Семь. Трентино Мы увидим белоснежные Альпы, цветные Доломитовы горы и луга Трентино. Восхитимся голубыми озерами и замками, о которых складывают истории и легенды. Позанимаемся спортом и узнаем о традициях и богатом культурном наследии региона, живущего в природной гармонии гор. От Вальди Селла до озера Санта-Джуэль. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Уже более 35 лет валерус борется с силами гравитации, невзирая на законы природы. До него никто не осмеливался спуститься с горы с уклоном в 60 градусов ни днем, ни ночью. Мифы о Валерузе продолжают вызывать удивление и восхищение. Его рекорды по скоростному спуску кажутся невероятными. Он обладает удивительным упорством и врожденными способностями. Я просто уверен, что родился с необычной любовью к пустоте. Поэтому в детстве я не боялся подойти к краю ущелья. Я просто хотел знать, как мне его преодолеть. Мармалада – это особенная гора. Это идеальная гора. Я помню, что когда мне было 6 лет, я один взобрался на ее вершину. В 10 я поднялся на Пунта-Рока и скатился с 200-метровой скалы, покрытой совсем небольшим количеством снега. И тогда я понял, что можно делать необычные вещи. В результате Мармалада значит для меня практически все. Я как будто родился среди этих ущелий Мармалады. В его послужном списке более 500 спусков с Мармалады. Но и это еще не все. Я думаю, что Гран-Вернель – это тоже замечательная гора. Она находится рядом с Мармаладой. На сегодня я уже 30 раз спустился с этой головокружительной стены доломитов. Скажем так, помимо Мармалады, только Гран-Вернель заставил меня переступить грань возможного при спуске с доломитовых альп. Мармалада, Селла и Сосолунга окружают главный туристический центр Вальдефасса. Город Канадзеи находится на высоте 1400 метров. Здесь живут ладины. Ладины – этническое меньшинство, говорящее на ретро-романском языке. Они живут в доломитовых альпах Венета, в Фриуле Венеции Джулии и швейцарском кантоне Гриджоне. Улицы Канадзеи подчеркивают местный колорит. Дома украшены картинками и надписями на итальянском и ретро-романском. Они рассказывают старые истории из жизни простых людей и знати Канадзеи, когда горный туризм еще не вошел в моду. По обеим сторонам улиц стоят старые бараки, называемые Табие. Здесь все еще верят в ведьм, и в народе рассказывают о том, что во времена Инквизиции многих женщин судили и жгли на кострах за колдовство. Один из главных местных праздников – карнивали Аладдино, ладинский карнавал. Традиционные ладинские маски – фачерос – делают умелые скульпторы, такие как Риналду Чиголло. Он настоящий волшебник в резьбе по дереву. Фачерос да Белл олицетворяют красоту, а маски Бурт символизируют старость и физическую немощь. Есть также маски Буфон, которые сочетают прекрасное и уродливое, и карикатурно высмеивают пороки горожан. Искусство и натурализм, вымыслы и реальность – эти противоположные грани жизни в доломитах рождают легенды о калейдоскопе красок на склонах гор. Например, о горе Котиначчо, которая становится розовой на закате. За немецким названием горы Розенгартен кроется сказочная история. По-немецки Розенгартен означает сад роз, и, согласно преданиям, когда-то в этих скалах король Лаурино разбил розовый сад, но на него было наложено заклятие – ни одна живая душа не может любоваться цветами ни днем, ни ночью. Однако в проклятии не упомянут вечер, поэтому в сумерках камни доломитов становятся розовыми, как бутоны роз. В Вальдефьеме можно осуществить заветную мечту – взлететь ввысь над долиной. Горнолыжный центр «Придаццо» считается одним из самых лучших в мире. На площади 30 тысяч квадратных метров расположены 6 трамплинов, высотой от 15 до 120 метров, открытых круглый год. На базе тренируются итальянские и иностранные спортсмены. Здесь могут разместиться 20 тысяч болельщиков. В Вальдефасе и Вальдефьеме – современные спортивные технологии, существуют бок о бок с историей региона. Ковалезе уже долгое время является столицей Вальдефьеме. Здесь расположен палаццо Делла Магнифика Коммунита. Раньше в нем находилось местное самоуправление. Даже в раннем Средневековье здесь не было феодалов и замков. Каждый мог принять участие в политической жизни, контролируя экономическую и судебную системы. Независимость сохранилась даже в XVI веке, когда дворец стал виллой епископов Тренту. Обширные леса региона были и остаются его самым главным достоянием, поэтому община Фьема уже тысячу лет следит за ними. Над горизонтом возвышаются деревья и горы Пале, вдохновившие писателя Дина Буцадти на создание сюрреалистических романов. В XVIII веке в этом красочном царстве зародился альпинизм. Горы Пале воплощают все наши мечты. Они неправильной формы, как те горы, которые рисуют дети. Они совсем не похожи на другие какие-либо горы. Они являются частью доломитов, но, на мой взгляд, их выделяет бесконечная неправильность. Маноло – пионер международного скалолазания. Он один из первых преодолел подъем десятой степени сложности. Пале для меня очень важны, потому что здесь вся моя жизнь. Я начинал на Пале, и я живу на Пале. Я даже сплю здесь или на горе Пале де Сан-Мартино. Я действительно хотел подниматься на скалы без каких-либо приспособлений. Только при помощи рук и ног хотел заниматься настоящим скалолазанием. Здесь я приобрел опыт, особенно в начале карьеры. У подножия горы Пале де Сан-Мартино растет еловый лес Паневеджо, занимающий 2800 гектаров. Каждый год объем леса увеличивается почти на 9000 кубометров. Объем постоянно растет, потому что в год вырубается меньше леса, чем вырастает за тот же период. В этих заповедных местах во время брачных игр можно услышать рев пяти тысяч оленей. По легенде, в лесу бродят молодые девы, крадущие сердца первых встречных мужчин. Есть еще один повод считать этот лес особенным. Некоторые ели обладают настолько превосходным качеством, что они прекрасно подходят для создания деки к лучшим музыкальным инструментам. У этой сосны очень хорошая древесина. Она старая, и ее можно рубить. Нет двух одинаковых скрипок, как нет двух одинаковых людей. Эйнштейн, всемирно известный ученый, играл на скрипке. И он говорил, что невозможно объяснить научным языком, как получается скрипичный звук. Или почему у скрипок Страдивари или Гварнери такое характерное звучание. Сегодня у нас есть все средства, чтобы идеально их скопировать. Но нам никогда не удастся воспроизвести красоту, благородство и прозрачность звучания скрипок великих мастеров. Никто не сможет. Это нечто непознанное. Это вне человеческого разума. Эксперты всего мира используют современные технологии, чтобы выбрать хорошо звучащую ель. В прошлом музыканты и мастера лично выбирали древесину. Этот лес также называется лесом Страдивари. Говорят, что скрипичных дел мастер часто сам приходил сюда выбирать дерево. Для того, чтобы выбрать подходящее дерево для скрипки, он приходил и стучал по деревьям молотком, выискивая идеальный резонанс и другие признаки, нужные для создания хорошей скрипки. Во время концерта в лесу маэстро Ута Уги поблагодарил деревья при помощи звуков скрипки. В лесу Паниведжо отличный резонанс и акустика. Это странно, потому что, насколько мы знаем, звук рассеивается на открытом воздухе. Я прекрасно помню акустику и звучание, которые нам удалось воссоздать в этом лесу. Наверное, в воздухе до сих пор витает магия Страдивари. В любом случае, я уверен, что места сохраняют энергетику людей, которые там жили и работали. Мы находимся в месте выдержки, где спиленные деревья будут дозревать 8-10 лет. После этого мастера создадут из них инструменты. В стенах замка Ивана Прочена витают легенды и истории. Говорят, что хозяйка замка сбросила в колодец мужчину, за которого ей суждено было выйти замуж. Многие семьи из Венета жили в этой средневековой крепости, прежде чем она перешла к Габсбургам. Отсюда открывается панорамный вид на долину басса Вальсугана. Недалеко от селения Борга Вальсугана в лесах Валли-де-Селла природа и искусство создали необычное сооружение. Собор-дерево, построенный по проекту Джулиана Маури, воспроизводит готическую церковь с тремя нефами из деревьев. В западной стороне долины Вальсугана зеленые склоны отражаются в водах озера Левико. Его берега с севера сужаются и образуют фьорд. Сотни лет горячие источники Левико славятся своими целебными свойствами. Поэтому они включены в путь Сиси, международный маршрут по местам, связанным с жизнью семьи Габсбургов. Императорский гранд-отель Терми был летней резиденцией правителей. В нем до сих пор сохранился старомодный шарм. Спа-курорт назван в честь Сиси, принцессы, которая любила оздоровительные процедуры и считалась самой красивой девушкой своего времени. Здесь есть не только горы. В Трентину находится 297 озер. Самое большое озеро – Кальдонацу. Сказочную атмосферу Трентину подчеркивают 80 замков, возвышающихся над многочисленными долинами. Костелло де Перджине – один из символов Вальсугану. С приходом весны пастухи отгоняют стада на высокогорные альпийские пастбища. пастбища Вальде Чембре этот процесс называется Монтегада – радостное время для семей пастухов. Они проведут целое лето вдали от своих деревень. Пастбища Трентина насчитывает более 250 лугов. Прежде чем вернуться в долину, пастухи приготовят сыр и другие продукты из большей части коровьего молока. Сегодня, как и прежде, скотоводы также берут с собой приспособления для переработки ценного альпийского молока. Люди под звуки колокольчиков загоняют животных в хлев. Здесь коровы летом ночуют. Традиционно культура Трентина связана со скотоводством, сельским хозяйством и виноделием. Первым выращивать виноград в этих долинах начал древний народ Рэйти. Так началась традиция, которая пережила сотни лет. Вино объединяется с искусством в винном кооперативе «Лавис». Местные художники черпают вдохновение в шедеврах земледелия. За столетия виноградники распространились на 9 тысяч гектаров земель Трентину. В год здесь выращивают более 100 тысяч тонн винограда, которые идут на изготовление 800 тысяч гектолитров вина. Национальный герой Чезаре Баттисти считал виноградник Пьяно Ротелиано самым прекрасным в Европе. Это место также связано с именем чемпиона мира по велогонкам Франческо Мазеро. Одно время, еще до того, как я начал заниматься спортом, я возделывал землю. У нас была лошадь и быки, чтобы пахать землю. Тогда еще многое делалось вручную. Это была очень тяжелая работа. Наверное, у меня мышцы выросли от обработки земли, а не от занятий в зале. Традиционные вина Трентину пользуются большим спросом. Традиция виноделия затерялась где-то в глубине времен. Скьява этот сорт производят в большом количестве. И Марцемино, и Тиролдего. Это местные вины, их делают только здесь. Это красная вина. Белое вино Назиола, хотя эту марку больше не делают. Виноград трудно выращивать, поэтому здесь его не так много. Выжили только, скажем так, местные сорта. Хотя новые вина тоже набирают популярность. Это Мюллер Тургау, которого раньше не было, Шардоне, Пино Гриджо и Пино Бьянко. Драгоценная жемчужина в самой драгоценной раковине. Так описывал озеро Мальвено писатель Антонио Фагоцаро, искавший вдохновение в этих зеркальных водах среди гор Брента. На живописных берегах озера все еще работает лесопилка Тайалаква. Ее построили 500 лет назад, используя энергию течения реки Рио-Малини. С тех пор работающая на силе воды пила режет тонкие рейки Малвена толщиной всего лишь в 10 миллиметров. Знатные семьи покупали эти рейки, что поспособствовало обогащению местного населения. Люди нашли новый способ разработки огромных лесных угодий региона. Ныне ближайшая долина, заканчивающаяся у гор Брента, по-прежнему называется Долиной Пил, хотя большинство лесопилок давно заброшено. В самом сердце природного парка Адамелло Брента, в окружении горных массивов, находится озеро Товел. До недавнего времени его воды раз в год становились красными. Но, кажется, это останется лишь в памяти местных жителей. Что-то неожиданно случилось в 1964 году, и уровень воды в озере упал на полметра метр. Затем все пришло в норму, но вода больше не становилась красной. Считалось, что так происходит из-за наличия своеобразных водорослей. Дальнейшие научные исследования открыли тайну озера. Есть два вида водорослей – зеленые и красные. Случилось так, что в озеро перестали поступать питательные вещества с летних пастбищ. Водорослей стало меньше, поэтому не было больше этих внезапных взрывов, летнего цветения, когда вода нагревалась. Озеро стало лучше, качество воды повысилось. Оно стало прозрачнее, чище, но уменьшилось количество органической жизни и одноклеточных водорослей. Озеро перестало быть красным. Пейзажи долины Вальдинон как будто сошли со страниц сказочного альбома. Дома принцесс хранят множество историй и рассказывают о жизни хозяек. Замок Валер окружен фруктовым садом, где растут удивительные яблоки. Это местная достопримечательность, а башня высотой 40 метров самая высокая в Трансино. В нескольких километрах находится замок эпохи Возрождения – Нанну. В его садах под сенью деревьев и башен проводили лето члены могущественной семьи Матруццо. Неподалеку стоит замок Тун – неприступная средневековая крепость. За сотни лет здание трансформировалось в элегантную резиденцию с садами для аристократов. Мы увидим еще много замков, озер и городов и услышим другие истории. Но пока наше путешествие по Трансино заканчивается в Валь-де-Соле. С конца 50-х годов замок Клес взирает на искусственное озеро Санта-Джустина. Это еще одна черта, характеризующая область Трансино. Это место, где встречаются старинные и современные сооружения, окруженные незабываемыми пейзажами, которые мы увидим позже. Производство компании ICG International Cine Group. Музыка RTI Music. Исполнительный продюсер – Джанни Кайл. Режиссер – Сильвия Кьодин. Оператор – Марио Легилье. Автор текста – Элиза Унафо. Фильм, переведенный и озвучен компанией «Первый ТВЧ», 2010 год. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Madele love you. Субтитры создавал DimaTorzok